Здравствуйте, с вами канал NameDB. Говорят, что на добро нужно отвечать добром. Но в реальности все происходит не всегда так. Часто те, кому мы помогаем и относимся со всей душой, поступают подло и предают нас. Вера в хорошее теряется. Ведь к тому моменту, пока ты дождешься от кого-то взаимного отношения, нужно выдержать не один удар в спину. Сложно оставаться лояльным и добрым человеком, когда мир, словно ежик, выпускает иголки. Есть люди, для которых доброта – это состояние души. В них нет злости от природы, и даже злое слово и предательство они пропускают сквозь себя, терпят боль и продолжают улыбаться миру. Чтобы хоть как-то уберечь себя, они закрываются от людей, не принимают участие в оживленных беседах. Хотя всего один разговор с таким человеком наедине, порой помогает переосмыслить всю жизнь. Всегда и в любой ситуации нести добро, даже если сердце изранено осколками людского предательства, под силу единицам. Не ожесточиться против мира, а наоборот, каждый день пытаться сделать его лучше. Такое мировоззрение характерно для нескольких зодиакальных созвездий. И с виду кажется, что жизнь их сильно балует. Хотя никто и не догадывается, как часто плачет сердце у этих людей. Телец Если у знакомого человека произошла беда, телец непременно это почувствует. И сам первый позвонит и спросит, что случилось. Он, как детектор боли, всегда знает, где она и пытается ее победить. Самоотдача телца порой переходит границы. Он забудет поесть, забудет о важных для себя делах и весь день будет переживать за другого человека, думая, как ему помочь. В ответ же, так сильно беспокоиться о нем никто не будет. В лучшем случае его заботу воспримут как должное, в худшем – очередное предательство. Ангел в душе телца будет плакать, и он себе пообещает, что станет равнодушней. Но очередной крик о помощи – и телец вновь несется всех спасать. Рак Ангел в раке плачет слишком часто. Как только он пробует открыться людям, в очередной раз получает в ответ негатив. Но все же вера в добро заставляет его вновь и вновь выходить на поиски хороших людей. Что-то внутри подсказывает, что есть еще в этом мире свет, и рак усиленно пытается его найти. Он не умеет отказывать человеку в его просьбах. Отвернуться, когда тяжело – это не про этот знак зодиака. Рак отдает душевную теплоту, стараясь согреть весь мир, и принимает в ответ холод и равнодушие. Да, пусть люди не ценят вас, часто лицемерят, но ваша доброта сильнее, и вы все выдержите. Стрелец Стрельцу незнакомы понятия месть и интриги. Да, порой он намеренно избегает людского общества, но это лишь для своей защиты. Когда он один, то меньше шансов получить в спину нож. Он улыбается, даже если сердце плачет. Вот такой истинный стрелец. Зачем показывать свою слабость и истинные эмоции перед другими? Это все равно никто не поймет. Стрелец несет в мир свет. Он охотно делится своей удачей, пробуждая в людях их самые светлые стороны. В ответ он принимает черную неблагодарность. Спокойно и рационально. Он не ждет вознаграждения. И все делает исключительно по доброй воле. Он привык, что его помощь остается незамеченной. И предательство не в состоянии искоренить добро в его душе. Рыбы Рыбы кажутся наивными созданиями. Очень часто их образ привлекает внимание недобросовестных и жаждущих корысти людей. Ведь рыбы до последнего будут думать о человеке в позитивном ключе. Даже если все вокруг будут уверять их в обратном. Все их естество противится злу. Даже в самом мрачном человеке этот знак зодиака сможет разглядеть свет. И это своего рода дар. Когда жизнь наполнится мраком, рыбы первые увидят спасательный свет. Их сознание настроено именно на восприятие добра. А зло они упорно отсеивают из своей жизни. Если их предали, они простят, забудут и не перестанут верить в лучшее. Ведь именно добром пропитана их душа. И другого пути им не дано. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А с вами был канал NaimDB. Спасибо, что вы с нами и до встречи.